Добро пожаловать в наше путешествие по завораживающей Сицилии. В этом видео мы хотим рассказать про наши приключения. Пройдемся по узким улочкам Палермо и Катании, попробуем местную еду и отправимся на высочайший вулкан в Европе – Этна. Вперед за приключениями! Но для начала давайте познакомимся. Ну? На фоне Этна. Ну, какая разница, все Этна. Вперед на Этну. И там совершенно ничего не было слышно. В этом году мы побывали на Сицилии два раза – в марте и в октябре. И если вы спросите меня, какой лучший месяц для того, чтобы отправиться в Палермо, я отвечу, конец сентября – начало октября. Потому что по сравнению с летом уже не так много туристов. Но горы все еще полон солнечного света, а море теплое. Мне больше понравился Палермо в марте, потому что туристы еще не приехали, температура еще недостаточно высокая. Ну, а на температуру воды мне все равно, потому что я не люблю плавать в море. Итак, наше приключение начинается в Палермо – городе, который не похож на другие города Италии из-за смешения архитектурных стилей. Этому есть простое объяснение. История Палермо берет свое начало в VIII веке до н.э., когда финикийцы основали город Сус, что означает «цветок». Римляне, взяв город в 254 году, украсили его амфитеатром, акведуками и величественной архитектурой. Затем Палермо принадлежал готам, ферроцинам, арабам, норманам, испанцам вплоть до 1860 года, когда Джузеппо Гарибальди завоевал Палермо и включил его в состав Итальянского королевства. Значительная часть города была разрушена во время Второй мировой войны, но, к счастью, сохранились Кафедральный собор Палермо, Нормандский дворец, Театр Массима, Ворота Порто-Нуова и Палатинская капелла. Палермо 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 Выглядит неаппетитно, но на деле очень даже вкусно. Из колоритных блюд я бы отметил пиццу пармиджано с запеченным вареным яйцом и пасту с сардинами и диким фенхелем. Ну и конечно, закончить обед или ужин можно местными десертами, самые известные из которых каноли и касата. Голодными на Сицилии вы точно не останетесь. И лучшим способом сжечь набранные калории станет прогулка по улочкам Палермо и набережной, где вас будет поджидать коммун на котов. А их здесь очень много. Заприметив шайку уличных котиков на набережной, мы возвращались туда каждый день, чтобы их подкормить. Там им построили домики и оставили на путстве для туристов и местных, что коты под защитой муниципалитета. После нескольких дней в Палермо, объевшись Рончино и Каноли, мы отправились в Катанию. Добраться туда несложно. От центрального вокзала каждый час отправляется автобус. К нашему удивлению, в Катании есть метро. Целая одна ветка. Прогуливаясь по центру Катании, мы решили зайти в одну из церквей и попали на итальянскую свадьбу. Воспользовавшись моментом, немного побыли оператором и фотографом у новобрачных. Получилось так себе. Зато узнали несколько интересных свадебных традиций. Классическая итальянская свадьба – это венчание в соборе. Но католическая церковь разрешает венчаться только один раз в жизни. Одного «да» будет недостаточно. Священник задаст молодоженам три вопроса. И на каждый нужно ответить «да». В конце итальянской свадьбы всем гостям дарят небольшие подарки на память о событии. После этого мы погуляли по центру города, зашли в парочку самых популярных мест и отправились в гостиницу. Потому что на следующее утро нам нужно было рано вставать, чтобы отправляться на Этноу. Всем привет! Доброе утро из солнечных катаний! Я с моей женой, которая очень беспокоит, что мы сейчас пропустим автобус. Ладно, на самом деле, сегодня мы едем на Этну. Стартуем с вокзала Катании. И все, и вперед, я не знаю, что еще говорить. Это наш первый влог из поездки. Если зайдет, мы будем продолжать. Подписывайтесь. Если зайдет, мы тоже будем продолжать. Наверное. Здесь все о путешествиях, наверное. Или еще о чем-то. В общем, идем садиться на автобус. Самый дешевый способ добраться из Катании до Этны – это автобус, который ходит один раз в день рано утром. Если вы его проспали, то на помощь с удовольствием придут таксисты всего за 150 евро. По дороге мы сделали остановку в маленьком городке Николизи, у подножия вулкана. За 30 минут мы успели обойти центр, выпить кофе и посетить службу в церкви. Автобус привозит вас к Рефуджио Сапиенсе, недалеко от станции Фуникулёры, который доставит на высоту 2500 метров. Никто не запрещает вам подняться и самостоятельно, но, кажется, не выше отметки 2800. Дальше только с гидом и оборудованием. Сколько раз в жизни вам выпадала возможность подняться на действующий вулкан? К тому же, который извергался всего за два месяца до нашего восхождения. Из одного из последних извержений в июле 23 года даже был закрыт аэропорт на один день. Если высочайшие снежные вершины гор с каждым годом уменьшаются, то Этна только растет. Максимальная высота меняется с каждым извержением и сегодня составляет 3357 метров. Для сравнения, печально известный Везувий в два с половиной раза ниже. В общем, мы не могли пройти мимо такого чуда света. Что же собой представляет вулкан? Это огромная гора, покрытая застывшей лавой. Камушки застывшей лавы пористые, достаточно легкие и хрупкие. В основном черного цвета. Но встречаются также желтые, красно-коричневые и белые. Цвет объясняется различными химическими соединениями. Как и в горах, погода здесь меняется быстро. Если утром на подъезде Кэтни небо было практически чистым, то на момент подъема налетели облака, которые закрыли вид на центральный кратер, бок Канова. Признаться честно, до начала экскурсии мы представляли, как дойдем до главного кратера. Заглянем в жерло и почувствуем жар от бурлящей в нем магмы. Но реальность быстро все расставила по своим местам. Подняться к центральному кратеру легально невозможно. Максимальная отметка подъема с группой гидом около 3000 метров. Что ж, делать нечего. Присоединяемся к группе, платим по 100 евро за подъемник автобуса и экскурсию. Бонусом получаем каски, рюкзаки, куртки и даже трекинговые ботинки. А также бутылку воды, сок и кекс, который был с удовольствием съеден где-то рядом с еще не до конца остывшей лавой. Оттельно запомнились автобусы, этакие газельки на колесах от монстр-траков. Что-то подобное я уже видел на крайнем севере, но каждая поездка на такой махине приводит меня в восторг. На месте восхождения мы были поражены бескрайними полями застывшей лавы, которые дают ощущение нереальности происходящего, будто ты стал героем фантастического фильма. Увидев полного парня в команде англоязычных туристов, мы выбрали группу с итальянским гидом, понадеявшись, что с молодым итальянцами и французами мы сможем пройти выше и дальше. Но в этом соревновании мы проиграли. Пройдя буквально 150 метров вверх, наш гид вдруг остановился и объявил, что на сегодня мы достигли высочайшей точки восхождения. Мы же, привыкшие за последний год много ходить, были разочарованы. До центрального кратера было рукой подать, а мы остановились за 300 метров до него, на точке под названием Башня Философа. История этого места достаточно интересная и происходит из мифа о первом альпинисте. Этим первым альпинистом не по своей воле стал древнегреческий философ и общественный деятель Импидокл. Он проиграл выборы, после чего его сослали на гору. Согласно различным источникам, наш герой на Этне построил убежище-башню. Память о ней осталась в названии Торре Дель Философа или Башни Философа. Гид рассказал нам о вулканических бомбах. Это сгусток лавы, который, вылетая из жерла, успевает частично затвердеть на воздухе, но внутри все еще жидкий. Этот шар смерти размером с крупную тыкву стремительно катится по склону вниз, представляя опасность всему на своем пути. Насмотревшись на центральный кратер, извергающий пар, мы отправились изучать последствия сильных извержений 20-летней давности. Пройдя несколько кратеров, мы добрались до места, где можно было ощутить дыхание вулкана, а именно почувствовать жар от незастывшей лавы где-то глубоко в недрах горы. Поверхность под ногами была рыхлая, похожая то ли на песок, то ли на снег. Дорога вниз казалась спуском со снежной горы. Ноги постоянно зарывались, но это не помешало нам устроить соревнования, кто придет первый. После трех часов экскурсии и перерыва на обед, конечно, мы ведь в Италии, здесь никакая активность не обойдется без перерыва на обед. Мы отправились обратно к станции канатной дороги. Поблагодарив гида, получив награду за восхождение карту и дождавшись автобуса, мы отправились обратно в катанию. Для меня Сицилия – это в первую очередь квинтэссенса итальянского пофигизма. Потому что все вокруг обшарпанное, неприбранное, где-то валяется куча мусора, но в принципе всем на это пофигу. Потому что люди умеют наслаждаться жизнью. Также для меня Сицилия – это огромное количество абсолютно вредной, но очень вкусной еды. Мне же Сицилия запомнилась смешением архитектурных стилей и красотой своей природы. Поистине уникальные места, которые сложно найти где-либо еще в мире. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео и новые путешествия. Ставьте лайки! Также можете написать в комментариях, были ли вы на Сицилии, хотели бы вы туда отправиться и что вам понравилось в нашем рассказе. До новых встреч! Пока!